Друзья, всем привет! И вот хочу с вами поделиться историей, касаемо восстановления вот этого вот замечательного квадроцикла, который у меня оказался совершенно случайно. В видео по лампам я задал вопрос, хотите видос по восстановлению квадрика или нет. Много кто ответил, что да, хотим, поэтому записываю данный видос. Итак, как у меня вообще этот квадроцикл появился? Сынули у меня в 12 лет самостоятельно договорился с мальчиком и купил данный квадроцикл за 5000 рублей. Почему 5000 рублей, почему такая низкая цена? Цена объяснялась просто. Ребят, последние два года этот квадрик был недвижимостью, стоял просто без движения, потому что его никто не мог починить. Поэтому они там как-то что-то где-то сторговались и в итоге сынули потратил 5000 честно заработанных рублей на, заработал он их, я скажу, на замене линз в фарах. И вот он эти 5000 пустил на вот этот квадрик. Они взяли всей ватагой, этот квадроцикл притолкали домой и начали там как-то пытаться его чинить, то есть начали соединять провода. По версии, так сказать, продавца, проблема с этим квадроциклом была в собаке. А почему в собаке? Собака типа погрызла все провода, все она провода погрызла, вот седло она тоже погрызла, которое подо мной. И из-за этого, собственно, он перестал заводиться, перестал ездить. Последние два года стоял просто как недвижимость. Все на него уже, собственно, забили. Поэтому за 5000 сынули как-то вот взял и ему сказали, ну вот соединишь провода, все заработает. И в общем я приехал в деревню посмотреть на этот квадрик, приезжаю и вижу там вот этого. Провода в разные стороны. В общем они две недели там еще пытались его как-то починить, все это соединяли. Искры не было, там проблема была с искрой. Это они разобрались, что искры почему-то нет. И вот начали, в общем-то, все соединять на высокотехнологичном скотче и, собственно, энтузиазма и хватило на пару недель, повторюсь. И после этого я понял, что квадрик этот сейчас будет третью зиму уже опять ночевать на улице, как недвижимость. И тут было, в общем-то, два вопроса, что с этим квадриком делать. Первый вопрос. Его сразу нахрен сдать на металлолом, ну или продать там на авито за те же самые 5000 рублей, сыну ли отдать 5000 рублей, чтобы, как говорится, сказать ему больше так никогда не делай, не покупай, как говорится, кота в мешке. А второй момент, это попытаться его все-таки восстановить. Потому что все-таки сынуля хотел квадрик, он его купил для этого, починить не смог. Но, в общем-то, тут как бы я создал по этому голосованию, ребят, что вы хотите, сдаем на металлолом нахрен эту технику или пытаемся ее восстановить? Большинство проголосовало за то, что восстановить. Вот, собственно, этим мы сынули и занялись. И смотрите, что из этого получилось. Первым делом мы удалили высокотехнологичный скотч, еще раз проверили, чтобы провода от коммутатора были соединены правильно. После того, как проверили, что все верно, выкрутили свечку, подключили аккумулятор и стали смотреть, есть ли искра. Итак, первая очередная задача, это искра. Как видите, ее здесь нету. Первым делом будем искать ее. Соответственно, как найдем, там уже будет более понятно, что делать дальше. Естественно, никакой халявы не случилось. Не так, что мы там взяли, просто по цветам все соединили, все заработало. Нет, такого не случилось. Тем более, там катушка зажигания, ее вид замотанной, перемотанной синей изолентой, как бы намекал, что, возможно, и там что-то не так, поэтому начали разбираться с ней. В общем, погуглили в интернете, как проверить катушку зажигания и стали ее проверять. Проверка показала, что, в принципе, нет контакта между высоковольтным наконечником и обмотками катушки. Поэтому все размотали и попытались понять, где обрыв в катушке или в проводе. В итоге, после снятия наконечника выяснилось, что катушка вроде как живая, а вот наконечник никак не прозванивался. Хотя, естественно, он должен прозваниваться, чтобы передавать искру от катушки зажигания уже непосредственно на свечку. Сейчас мы его просто вот звоним, как просто объект, так сказать, на прозвонку, а в ответ тишина. Ну, вроде пока этот. Сейчас попробуем как-нибудь мы подключиться без наконечника и проверить искру. Мы такие обрадовались, окей. Естественно, я его скрутил и напрямую давай провод подключать, уже проверять искру. Нифига, опять искры нету. Тут мы уже решили, ладно, пофиг, на этот колпачок. Поехали за колпачком, купили новую катушку. Вот ее конструкция немножко другая, она здесь уже масса у нее вот именно на корпусе, а не отдельным проводом, как здесь родная. Но мы на всякий случай ее купили, потому что не очень как бы разбираемся в технике, на всякий случай. Там 300 рублей она там с чем-то стоила, пофиг. Купили, посмотрели, подключили, опять искры нету. Искры нету, мы опять давай проверять всю проводку с генератора. Я пересмотрел кучу видео, как найти искру на китайском скутере. Вот это все мы с сынули проверяли мультиметром. Хорошо мультиметр есть, без него, как говорится, было бы очень сложно. Вот. Крутили, вертели, проверяли, переподключали. Нифига. Потом уже под конец дня посмотрели тоже очередное там видео, почему нет искры. И там говорилось просто, там говорилось просто, что меняйте коммутатор, что он сдох, езжайте за новым, меняйте, у вас все заработает. Я говорю, сынули, ну в принципе уже мы все посмотрели, все вроде там везде, где есть сопротивление есть, где нет сопротивления нет. То есть все примерно соответствует, вроде как все нормально, но искры нет. Поэтому поехали в магазин, купили точно такой же по распиновке коммутатор, подключили, подключили родную катушку и бах, искра появилась. Самое удивительное, что вот здесь гора была этих проводов, гора была всяких на скотче, вот на таком вот все сделано и, ребята, все оказалось правильно, все оказалось правильно, потому что по цветам все было соединено. В итоге вот мы сейчас накинули опять же коммутатор вот этот вот новый, и смотрите, итак показываю. Так что повторюсь, вот эта вот куча проводов, которые тут есть и которые в таком вот состоянии находятся, все это оказалось, скажем так, более-менее не таким важным, вот. Как показала практика, вот эти, ребята, все провода, которые здесь, которые здесь есть, которые здесь торчат, это оказывается провода абсолютно никак не не влияющие, не влияющие вообще никак на, так сказать, работоспособности этого квадроцикла, то есть без всего этого он прекрасно может работать. И когда я увидел искру, значит я понял, что в принципе двигатель, ну вроде как должен заводиться, потому что компрессия есть, если лапкой, так сказать, понажимать, прям чувствуется, что некоторые компрессии там есть, вот, то есть тут я действительно выдохнул, тут стало гораздо все проще, искра есть, и значит та причина, по которой этот квадроцикл пару лет стоял, со слов владельца, уже как бы мы ее исправили. После того, как искру мы нашли, пора, собственно, было переходить именно к системе питания. Карбюратор на этом скутере вызывал у меня просто массу вопросов, даже без его разборки. Основное беспокойство у меня вызывал явно не штатный шестигранный болт, который вот вкручен когда-то и кем-то с какой-то целью, и непонятно, зачем он туда был вкручен. Кто разбирается в карбюраторах, тот понимает, что это очень тонкий механизм, и никаких посторонних болтов в него не должно быть вкручено. Поэтому я с огромным любопытством принялся его разбирать, чтобы посмотреть на его состояние. Состояние его оказалось плачевным, в поплавковой камере находилось очень много белого налета, и стало понятно, что карбюратор надо полностью разбирать, замачивать в бензине и пытаться в этом же бензине промыть. В карбюраторе куча отверстий, которые должны иметь строгое определенное сечение, иначе бензин не будет правильно смешиваться с воздухом, и двигатель будет работать неправильно. В общем, выкрутил все жиклеры, которые нашел, кисточкой и бензином промывал отверстия и продувал компрессором, чтобы выбить засоры. Во время чистки поплавковой камеры в корпусе карбюратора я обнаружил дырку. У меня один нескромный вопрос. Ребята, вот здесь чистил и обнаружил вот такую дырку. Может, я что-то не понимаю, но в целом-то, по-моему, здесь не должно быть не такой дырки. То есть, здесь вообще-то поплавковая камера, которая тоже не совсем совместима с работой двигателя, хотя, возможно, это бензин просто разъел алюминий за два с лишним года. В общем, исходя из своих познаний в устройстве карбюратора, я это отверстие заглушил винтом и обмазал паксиполом, для герметичности. Дал застыть и стал собирать этот чудо карб, так как хотелось поскорее попробовать завести этот аппарат. В общем, поставил заслонку с иглой на место, прикрутил электромагнитный клапан, проверил, что тросик газа работает и заслонка в карбюраторе ходит. Промыл бак и наступил тот самый момент. Исторический момент в том плане, что бак я накинул без крана, пока просто напрямую вот на карбюратор. Сейчас хочу заполнить карбюратор, соответственно, залить бак и попробовать дернуть. Либо со стартера, либо без кикстартера уже тут не так важно, но хочу посмотреть, будет ли там что-то работать или нет. Плеснем немного топлива, самую малость, чтобы проверить карбюратор. Сейчас посмотрим исторический момент, карбюратор стоит, фильтр пока не стал ставить, мне просто интересно, что получится. Искру свечник надел, давайте попробуем заведем, не знаю будет ли работать или нет, но вроде как плюс-минус все сделал. Итак, давайте с кикстартера, сейчас попробуем. Так, тишина. О, ребят, что-то, походу, дело там было. Ну-ка, ну-ка. Давай, давай. Ребят, он работает. Чего-то с ним все-таки ему надо какая-то явная регулировка, но он завелся, ребят, он завелся, значит, все-таки пациент скорее жив. Причем ничего особо не гремит, не трахтит. Сейчас попробую еще с ним поковыряться, как-то его оживить, чтобы он более-менее стабильно работал. Давайте попробуем еще разок. На газ не реагирует, нажимаю, он глохнет. Не знаю, с чем проблема, наверное, что-то какие-то настройки карбюратора. Сейчас попробую поковыряюсь. Да, смесь, по-моему, слишком бедная, потому что прикрываешь, он хоть как-то работает. Да, явно какие-то настройки карбюратора не оптимальны, потому что прикрываешь, начинает реагировать на газ, как только открываешь здесь и открываешь там, видно, что смесь идет слишком бедная и он просто глохнет. Но это уже детали, с этим я уже буду разбираться. Основное, это он работает. И, ребят, представляете, он завелся, он завелся и это для меня было просто, ну просто поразительно, потому что оживилась техника, которая стояла пару лет. Да, он работал черти как, потому что при резком открытии газа он глох. Когда прикрывал рукой патрубок, обогащая смесь, таким образом двигатель работал чуть лучше. Все это было, в общем-то, неправильно, но самое главное, он работал. И, ребят, поскольку ключа от него никакого не было и приборки у него тоже никакой не было, то для того, чтобы хотя бы его глушить, придумал одну кнопку. Нашел провод на коммутаторе, который при подключении его к массе отключает коммутатор, и таким образом мы добились того, что двигатель стало возможно глушить. Так, проверяем. Да, колхоз, да, не по штату, но время, деньги и нужно было работать по основной деятельности. Тем более, еще была куча работы, которую требовалось сделать. Основной вопрос, конечно, вызывала у меня тормозная машинка, с виду рабочая, но стекло на ней, как вы видите, отсутствует. И поскольку основная цель проекта это привести в чувство квадрик с минимумом вложений, то было принято решение как-то ее починить. Для начала удалил остатки старого стекла и стал думать, где взять такое новое стекло или как его сделать. Сначала хотел сделать из обычного стекла, но потом покопался в закромах и нашел светодиодную лампочку, диаметр стекла которой идеально подходил под отверстие в машинке. Вопрос герметизации этого соединения решил тем же герметиком. Да, решение очень колхозное, но покупка новой машинки сейчас была абсолютно ни к чему. В общем, почистил бачок тормозухи, подождал, как застынет герметик и стал не спеша заполнять бачок тормозухой. Заодно промыл систему тормозов и прокачал тормоза. Да, на видео видно, что тормозных колодок вообще нет, но это решил оставить уже на потом. Прокачал тормоза, залил трансмиссионку в реверсивную коробку. Это та штука, которая дает возможность квадрику ехать назад. Также под слоем грязи и то только через несколько дней обнаружил еще одно заливное отверстие и прочитал, что туда тоже надо добавить 100 кубиков масла. Потом пришло время разбираться с воздушным фильтром. Его состояние вы сейчас видите на экране. Разобрал корпус и понял, что его нужно срочно поменять или хотя бы промыть. Промыл его как мог и выехал на проверку. В итоге квадрик в принципе довольно неплохо таскал меня, а во мне где-то около 80 килограмм и даже батька, там в нем 95 килограмм. Собственно, несмотря на то, что квадрик детский, в принципе он вел себя неплохо. Я даже удился. Но с ним появилась тут же проблема. После того, как я его загнал в сервис, под ним стала образовываться лужа масла. И первая новость в том, что я разобрался, откуда течет масло, потому что масло здесь начало капать достаточно серьезно. И разобрался, что это именно масло из бачка. Соответственно, то масло, которое должно было попадать в карбюратор, вон по тому вон штуцеру, вот по тому вот узенькому штуцеру. Соответственно, оно нифига не попадало. Оно просто стекало здесь и стекало в итоге туда. Проблема оказалась именно в масляном насосе, потому что вот оно все синее масло. И, точнее, не в целиком насосе, а именно в одной его части. Вот эта замечательная часть. Вот сюда нажимал тросик. Тросик, соответственно, регулировал подачу масла в карбюратор. И проблема в том, что вот вы, наверное, видите, вот она трещинка. Из-под нее, собственно, это масло ядовело. Поэтому... А вот эта крышка, это вот ее посадочное место, вот ответное. И, по сути дела, вот из полнасоса как раз под давлением фигачило масло. Вот так вот он стоял. И вот эту крышку надо искать. Надо искать. Но насос я тоже вытащил, потому что нет никакого смысла ему без масла вращаться. Вот, поэтому... Тут будет все как в бумере. Закрыто. А как масло доливать будешь? Да-ка тут прямо в бак можно. Да, кстати, тут все в бак заливается с бензином. Поскольку здесь постоянно капало масло, в итоге здесь было масло столько, что я запарился все это чистить, отмывать. Я даже удивлен, что генератор еще как-то работал, потому что здесь все было в масле. Сейчас более-менее это все дело отмыл и, в принципе, буду собирать. А масло придется бодяжить по старинке в бак. И вот этот замечательный штуцер на карбюраторе пока придется заглушить, пока я не найду масляного насоса. Вот такие пока дела. Вот, поэтому снял этот насос. Я его даже нашел на Алиэкспрессе. Вот он есть, в принципе, его можно купить. Но поскольку время, опять же, деньги, пришлось все делать по старинке, а именно брать, его снимать и масло уже добавлять, как в старых советских мопедах, непосредственно в бак. И огромное спасибо продавцу в магазине, который на всякий случай мне сказал, слушай, когда, говорит, ты вот такую технику, про которую ты ничего не знаешь, на всякий случай, когда будешь ее эксплуатировать, заливай сразу масло в бензин. Как говорится, на всякий случай, мало ли что там с насосом. В принципе, так и получилось. Насос оказался не рабочий. И огромное спасибо за вот этот дельный совет, что я сразу стал добавлять масло в бензин. И вот после того, как я эту течь масла устранил, все вроде стало неплохо, но тоже появилась некоторая проблемка, а именно, когда нажимаешь газ резко и на всю, видно, что он вздыхал, то есть ему что-то не нравилось. То есть я понимал, что что-то работает неправильно. Скорее всего, виной был именно карбюратор, потому что он был весь засоренный, весь грязный. Часть я, естественно, продул, промыл, но там столько мелких отверстий, которые, как бы, хрен ты до них доберешься. Поэтому поковырялся я пару дней с ним и понял, что нет, надо просто поехать и купить новый карбюратор. Поэтому за 2800 рублей купил новый на него карбюратор и поставил. Мне сказали, ничего не крути, ничего не регулируй. Так и сделал, поставил. И, ребят, все заработало. Обороты стали нормально сразу набираться, двигатель стал гораздо лучше работать, квадрик стал достаточно хорошо ехать. И, в общем-то, тут я понял, что, в принципе, вот основное по нему уже было сделано. Да, конечно, из-за своей маленькой кубатуры 50 кубиков и наличия вариатора, он все-таки в гору со мной не может собираться. Крутые песчаные горки на нем не заехать. К сожалению, это именно вариатор и маленькая кубатура. Но для ребенка, в принципе, кататься по дорогам вообще вопросов нет, штука огонь. Ну и вот, собственно, это основные этапы, такие промежуточные этапы восстановления квадрика. Почему промежуточные? Потому что для полного идеала надо поставить на него маслонасос, сделать сход-развал, поменять колеса местами, потому что многие из вас писали, что колеса неправильно стоят. Ну, кстати, на данный момент они уже стоят правильно, я их переставлю. Что еще? Проверить состояние ремня вариатора и платы сцепления, потому что тоже я туда не лазил, как говорится, не знаю, что там такое. Ну и, конечно же, там есть еще дополнительный вариант, как заставить его просто дрифтить с места, как заставить его забираться в любые горки, но это, ребята, уже бюджет прям гораздо больше, чем тот, что мы вложили. И давайте, кстати, о бюджете. Смотрите, какой у нас получился бюджет. Изначально квадрик стоил 5, 2 800 стоил карп, где-то рублей 200 стоил наконечник, который был точно не рабочий, свечной. Коммутатор тоже около 600 рублей стоил, по-моему, да, 600. В общем, и там масло немножко, в общем, все это вышло где-то рублей на тех же самых 5. Итого получается 5 тысяч у нас квадрик, 5 тысяч у нас восстановление, итого бюджет 10 тысяч. 10 тысяч рублей за вот такую штуку. А, еще тормозные колодки, там около 800 рублей стоили. Ну, то есть там плюс-минус, короче, я говорю, около 5 тысяч. Вот, в общем-то, и вот это промежуточный вариант, при котором квадрик ездит. В принципе, на нем можно поехать куда-то, там, поколесить пару-тройку километров, ну, может быть, даже километров 10 можно там проехать. Ну, кому сколько хочется. И на нем, как говорится, не страшно ездить. Вроде как все работает, подкачал колеса и, как говорится, погнал. Вот, это такой промежуточный вариант. В принципе, дальше там, говорю, можно увеличивать мощность, можно разбираться с вариатором, смотреть, что там, как его индивидуально настраивать. Но мне для вас, в общем-то, нужна обратная связь. Скажите, если вам интересен такого рода контент, то я, собственно, сниму вторую часть по данному квадроциклу. Если не интересен, ну, тоже напишите, что не интересно. Я, в данном случае, буду ориентироваться на вас и на ваше, собственно, мнение. Собственно, ребята, это была вот эта первая часть по восстановлению из небытия данного квадрика за 5000 рублей. Кому интересно, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok